МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа НОВИНЕРГИЙОН. У студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядитесь у него в выпуске. Новое потребование у подректовцы школ до навычального года под увагой дорожная безопасность. Как вырешается проблема с колькостью медработников и кольки молодых специалистов пройдут на працу на районы? Письменник, сценарист, политик. Николай Чургинец устрелся с бобручанами. Каля тысячи человек прымают уделу Республиканским педагогичным совете у Минску, сирот запрошенных и делегация Азмагилевской в области. Головная тема с устреча обмеркивания новых подыходов у белорусской эдукации. У форума прымают удел керавник державы. Когляд президента принциповый. Система эдукации на усих узровнях треба не ломать, а удосканалить. Однако першим унести какие-нибудь изменения, вырешено публично обмерковать их с выкладчиками и батьками. Выбрали форму Республиканского педсовета. На первые дни своей думки на контрразвитие системы эдукации выказал профессор, депутат национального схода Игорь Морзалюк. Я глубоко переканан, что для нас это социальный проект. И именно в этом ключе, в этом пафосе, я лечу, будут многие выступления эти. Для нас эдукация, система эдукации, и средний, и средний специальный, и высший, якостная эдукация необходима для того, чтобы наша страна могла динамично развиваться. Чтобы эдукация была на тему сровне, который бы нам и пятый, и шестый технологичный уклад, и мягчимость быть не неким занятбанным кутком в Европе, а нормально, динамично развиваться. До старта нового научного года школы Крычовщины наставники рихтуются разом с вучными. В той час, как и дорослые фарбовали и ремонтовали классы, дети доглядали кветники, как школьные дворы во убранстве сустрели дятву и росневое свято. День ведов. Во всех школах и садках Крычовских районов завершили косметичные ремонты и обвестили про готовность до нового научного года. Бельский комплекс, детский сад, средняя школа. Багатцы кветок – соправдный гонор вязковой установы эдукации. Рассаду выросшують еще весной у своей теплицы. У квитниках лик рослин и дена тысячи. Высокородные оружие соседничают с яркими петуниями. Все лето заявились на участку незвычайные клумбы, подобные на кадушке. Скульптурные композиции обновили. На территории школы появились малоархитектурные формы. Очень приятно приходить в красивую, чистую, ухоженную школу, где много цветов, малоархитектурные постройки. 1 сентября с каким настроением придете? С хорошим настроением. У будинку школы одрамотовали фасады ганок. Большу тольно стала у классах и калидорах. Акрыловыми фарбами обновили стены кабинета. У дарамонту приступили ясше у червени. Зараз, калі усе готово, застаецца просто наводзить глянецы, падтрымливать парадык. Стадыён, дзе школьники бавять час и улетку, цалкам укомплектованы. З нового навучального года у Бельский комплекс придут вучиться 100 хлопчиков и девочинок. Уся классы, школьный дворы, стадыён готовы принять дзятву. Як поведомили в управлении адукации, спорту и туризму, Крычевская гора и выконками усе установы падрыхтовалися до нового навучального года. На усих объектах подписаны по шпарты готовности до цяпляльного сезона. Дараче, с этого года з'явилось и еще одно потребование у подрыхтовцы школ до навучального года. Во усих установах адукации ДАИ укоронила еще и пашпарты дорожной безпеки. Протяг темы далее в сюжете. Пашпарт дорожной безпеки повинен быть у кожной школы, кажутся у працонники ДАЖ-АТО-Инспекции. Гэта полная данная про навучальную установу, подшаток занятков, информация про рух, побач со школой, маршрут дом-школа-дом для дятей и батьков, а так самая информация про владельника дорог. Гэта у все дели безпеки дятей. Каб науластные вотши оценить готовность школ, с у працонники ДАИ разом с нашей сдымочной группой наведали некольки из их. Перший подогляд попала школа номер 44, что у баровцы. Бачим, есть огороджая, есть отповедная дорожная разметка. Въезд на территорию школы ограничивает также еще дорожный знак. 3-2 движения запрещено. То есть эта школа готова принимать детей? Эта школа готова принимать детей. Разметка, пешеходные переходы, все разукрашено, пиктограммы, дети, школа, все нарисовано, все готово. У школы номер 25 Могилева так само все отповедаем. Дорожная разметка, знак пешеходного перохода, повышенные прикметности, вороты зачиненные. Все, как треба. Все летний мониторинг, докладняется у працонники ДАИ, показал, что школы серьезно подошли до дорожной безпеки. Серьезных порушений зарегистровано не было. Госавтоинспекция не зря уделяет этой проблеме очень большое внимание, потому что дети – наше будущее, и они, придя в школу, должны почувствовать себя в безопасности. Дарыча с 25-го жнивня по 5-е вересня у Мэтых Дитячий Беспеки распочнется специальное комплексное мероприемство «Увага Дети». Як удокладнили удяшутые инспекции, у гэты перейд, усе водители повинны обовязково рухаться с уключенным ближним светлом фар. Алена Мелюшанкова, Александр Артемьев, Новины региона. Укомплектованы рентгенологами, окулистами, травматологами, лор-специалистами. 280 молодых урачов и больше за 500 медсестер после размеркования пришли в установы Аховы здоровья в Могилевской области. За пошние два года, как означают у Абл-выконками, проблема у медработников на районах Амаль, что вырошена. Больше за 40% у молодых медицинских работников накировали у районной больницы и в Вёске. У многих медустановых вакансий Няма поведомили у Абл-выконками. Кадровую проблему допомогли вырошить и так званые метовые накирования. Коли после АВНУ выпускник вертается у регион, який я гонокировал. Они обязаны отработать 5 лет, тем более 5 лет уже вот у нас последние 3 года они отрабатывают 5 лет. И даже если они уходят в декрет на 3 года, они все равно возвращаются и 2 года они должны отработать. А проходит 5 лет, они остаются? В принципе, конечно, большая часть из них остается. На выражение кадровой проблемы поуплывала и подрыхтовка урача огульной практики. У основным яны працуют у амбулаторы и могут на месте оказать допомогу и дать консультацию, например, за место кулиста ТИ лор урача. Все лета у медустановы в области приехали 66 таких специалистов. Про мир, братское сябровство и относины до справы. Николай Чаргинец устрауся с представниками медицины, адукации и культуры Бобруйска. Член Совета Республики Национального Схода Беларуси письменник и сценарист поделился своим баченем ситуации у державе и поглядом на ее будущее. Размова письменника с представниками медицины, адукации, культуры Бобруйска отрималась и, кажется, без гальштуков. Говорка и шла про относины помеж державами, про политику, экономику и больше по уседенные пытания, например, про планование семейного бюджета. Не обойшли и пытания про ционные дисциплины, якости и конкурент таздольности беларуской продукции. Миколай Иванович с поколения народженого у 30-х. Памятая и шмат писал про войну. Он был футболистом, працаваў оперативникам и начальникам криминального вышунку. Три годы вояваў у Афганистане. На протягу 40 год он у Творчым Союзе Письменников, а тепер член Совета Республики Национального Схода Беларуси. Мы можем с уверенностью смотреть вперёд. Наша страна развивается очень хорошо. И то, что вот примен этот спад, но мы видим, он не сказался уж так смертельно или тяжело для каждой семьи. Пережили это. А впереди, я думаю, нас ждёт всё-таки хорошие результаты и более лучшая жизнь. После завершения сустречы Миколай Чаргенец гэтым разом не письменник, а член Совета Республики Национального Схода Беларуси отказал на пытании бабручан. Алена Кутузова, Иван Боровы. Новины региона с Бабруйском. На пожары у Климавицким районе вырытавали мужчину. Каля 5 годин ранницы на спецлинию 101 поступило поведомлёння про узгорание квартиры у двухповерховым жилым доме у Ёсцы Тиманова. Па час ликвидации пожару воротовальники знайшли 39 готового господара. Яны вывели его на улицу и передали медикам с диагнозом отручвання продуктами горэння. Потерпелого шпитализовали специалисты и меркуют, что узгорание могло отбыться за неосерожность при курэнне. У Парыжи проходит чемпионат света по боротьбе. Спортмены змагаются у трех видах Грекаремской, Вольной и Жаночей. Сиротудельников опошня Гавида Бабруйчанка Ирина Курочкина яна выступила у ваговой категории до 55 килограммов. Белорусска Пачарзье перемогла в поединках с азербайджанской, канадской и российской спортсменками, а Леупа в финале проиграла соперница из Нигеры. Опошню свою схватку на чемпионате Ирина проводила в боротьбе за бронзовую медаль. С ликом 9-1 Курочкина была мацней за госпадыню першинства французскую спортсменку Матильду Ривьер. Таким чином у знака рода Бабруйчанки стала третья ускорбонца нашей сборной. Чемпиона цвету протягивается. Самые актуальные новины нашей области можно увидеть и на нашем сайте tvrmogileo.bio На этом я за вами разведываюсь. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok